Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? В прошлый раз, когда я проезжал мимо города Регина, вы расстроились, что я не заехал в него. А вот сейчас мы с вами проедем. Вот видите, этот город, его даунтаун, его центр. Через самый центр мы, конечно, не поедем. Ну, тут Зайца сбили. Видели? На дороге Зайц валялся. Или можно через город. А, ладно, фиг с ним, давайте проедем через город. В принципе, мне надо было туда же, куда и поехал этот грузовик. Так, ладно, секунду, мне звонят. Так, ну, в общем, вдруг позвонил. Я ему сказал, что я перезвоню позже. Все-таки я специально еду через город, для того, чтобы вам показать, как выглядит столица провинции Соскочеван. Еду я в сторону центра. Ну, в общем, так, надо с ЧПС. Ага, сюда. Так, ну что, город. Смотрим, смотрим, наблюдаем внимательно, делаем выводы, решаем. Может, кто-то с Украины сейчас, беженцы, захотят приехать в Канаду. Я не знаю, я бы не советовал. Но вам решать, сами смотрите. Если люди хорошие, адекватные, то, конечно, я не возражаю. Вот. А неадекватных я бы тут, конечно, видеть бы не хотел. Но да ладно, меня никто не спросит. Не от меня сие зависит. Через какие-то спальные районы я уж, наверное, не поеду. Хотя посмотрим, как меня дорога приведет. Никогда я вот так вот Регину не проезжал. Поэтому мне самому интересно посмотреть. Наверное, когда уже будет, я здесь буду уже много раз. Вот как в Нью-Йорке. В Филадельфии, там где-то. В Бостоне. Чикаго, там в Вашингтоне. То мне уже как бы скучно будет самому. Что-то показывать. Подумаю, да, уже миллион раз показывал. А пока для меня это у самого вызывает интерес. Для самого интересно. Так, надо поглядывать на GPS. Я потом должен был сделать левый поворот, но еще не скоро. Что могу сказать? Вот просто как житель провинции Квебек, часто бывающий в Антарио и не часто бывавший в Альберте в Соскочеване, так же, как и в Манитубе. Могу сказать, что смотря в какой провинции вы живете, есть магазины, которых, к примеру, я никогда не видел у себя. Дома у себя в провинции есть другие магазины. То есть, мне раньше казалось, что как бы вроде они все одинаковые. Но нет. Получается, есть какие-то, которые только в Квебеке и их не увидишь в Антарио. Ну, так же, как и какие-то есть только в Альберте, их ненавидишь, не увидишь где-то в другом месте. Но магазин Канаде Энтайр увидишь везде. Той за раз здесь продаются игрушки для детей, тоже увидишь везде. Хотя, кстати, той за раз эти магазины очень много позакрывались, обанкротились. Они их понастроили в разных местах. А там людей, может, не так много, в общем, не такие популярные. И в каких-то городах они позакрывали. Или в городах, может, несколько было, а какие-то позакрывали. Да, дороги тут тоже овно. Когда попаду в Британскую Колумбию, вроде бы, вроде бы там дороги должны быть лучше. Хотя странно, в Альберте провинция богатая, нефть, все такое, но дороги были плохими. В Соскочеване, по-моему, ни нефти, ничего, я не знаю. Надо как-то будет, в следующий раз, когда буду ехать, заранее надо будет посмотреть, что у них тут в Соскочеване вообще интересного есть. В Квебеке, к примеру, это самый большой поставщик бумаги. Вообще в Северной Америке. О, какие у нее сапожки. Ё-х, керный бабай. Такие бумпончики. Так, мне тут что-то говорит GPS, что у меня Clearance Violation. То есть, якобы я не проеду по высоте. Поэтому посмотрим. Так как я здесь впервые, ну ничего, я разберусь. Вот, даже перед самым низким мостом все равно должен быть вариант, как уехать, где повернуть, чтобы не проехать под этим мостом. Я привыкший, я много лет проездил в городе Нью-Йорк, поэтому я разберусь. Крики GPS, Clearance Violation, то есть, ограничения по высоте меня вообще не пугают. Я разберусь. Так, ну что, вот. Даунтаун уже близко, вот. Что, вот это все? Вот это, короче, прямо возле центра города. Вот такие вот дороги. Вот такие вот улицы. Маленький город. Я даже не знаю, беженцы, если что, куда вам ехать-то, если в Канаде? В Торонто? Так Торонто очень дорогой город. Ужасно дорогой. Ванкувер? Еще более дорогой. Придется вам всем ехать ко мне в Монреаль. Ой, придется всем ехать в Монреаль. Монреаль, конечно, тоже дыра дырой. Но это более крупные дыры. Регина. Эдмонтон. Ну вот, Калгари я пока еще не рассмотрел. Поэтому не знаю. Мужик тут, ладно, я уж камеру не буду крутить. Едет один в машине, в маске. А что, Соскочеван разве масочный режим не отменили? Или он уже просто привык? Чучело какое-то. Фитнес. Это реклама фитнеса. Так, ну под этим мостом я проеду. По-моему. 4,1. У меня вообще 4,15. Ладно, ребята, я... Давайте пока без камер. Аккуратненько. Ну, под мостом я, конечно, проехал. Потом был знак. Грузовикам нельзя, поэтому я повернул налево. Туда нельзя было. Решил я не нарушать правила. Ну, да, повернул налево, потом направо. Опять налево. Пойдет, покатит. Такой путь. В любом случае, всегда можно, как я сказал, куда-то свернуть, если там есть запрет. Какой-то старичок идет. Какой-то он очень худой, как будто он... Может, это бомж? Какой-то очень худой. Он даже в одежде. У нас сильно видно, что он какой-то изможденный. Я не знаю, как можно вообще выжить, будучи бомжом в Канаде, когда такая холодина. Это бедные, несчастные люди. Вот видите, реально я по центру проехался. Казино Реджайна, Редина. Автобусы точь-в-точь. Такие же, как у нас в Квебеке. В Антарио, кстати, автобусы отличаются. А здесь вот проехал... Ну, я по одному сужу. Но, скорее всего, они как бы все одинаковые. Точно такой же, как у нас в Квебеке. Повернем направо на улице Виннипег. Как подбрасывает. Гараж, масло легковым машинам меняют. М-да. Таких засранных домов что-то я в Квебеке не видел. Это уже на Америку похоже. Всегда я раньше вам, когда Америку показывал, я говорил, что в Америке такой сраней нет. То есть в Канаде, как в Америке, такой сраней нет. Потому что судил по Квебеку и по Антарио. А вот здесь соскочевание, пожалуйста, есть. Есть. Да нет, ну это какие-то заброшенные. Слушайте, я, ей-богу, я не знаю, в чем причина. Может, тут какой-то кризис у них был. По-моему, это вообще дома не жилые. Украинская кооператива. Что-то, где украинцы живут, в больших количествах. Там вот разруха какая-то. Украинская кооператива. Нет, тут что-то не то. Тут прям вообще. Я нигде в Квебеке и в Антарио, я не видел такого. Это типично горело что-то. Ребят, не знаю я, куда я приехал, но просто мне такое никогда не попадалось. Ни в Квебеке. Ни в Антарио. Даже случайно я нигде такое не проезжал. Это потому, наверное, как я уже сказал, из-за украинского кооператива. Так, нам здесь налево на вот эту улицу. Тут какие-то высотные. Продолжение следует... Все, мы повернули, проехали чин-чинарем. Вот если вы писали, что Эдмонтон вас не впечатлил, но он меня тоже не впечатлил, то Регина, это просто вообще я в ужасе. Еще раз, это столица провинции. Да. Вот такая вот столица. Индусский магазин Indian Food. Вау, вау, вау. Да, здесь вот мы поедем правее. Реклама, видите? Они рекламируют, что они делают ремонт. Он из такого дерьмища. Они типа сделают вам красивое жилье. м-да. М-да. Тебе и столица. В следующий раз, когда буду ехать, надо будет досконально посмотреть, какая, как с экономикой в каждом этом городе, для того, чтобы вам рассказать. Но что-то мне кажется, что экономика тут вообще никакая. Не может быть. Не может быть, чтобы здесь нормально жили люди. Мне еще Монреаль начинает больше нравиться. Видите, я еще не в самом худшем месте живу. в Канаде я имею в виду. Да ну нафиг. В Регине в это я бы от депрессии бы сдох. Катечка, если ты смотришь на Регину, посмотри, в каком мы хорошем месте с тобой живем. Тихом, спокойном. Да, у нас асфальта там нет перед домом. Ну фиг с ним, с этим асфальтом. Ха-ха-ха-ха. Ой. Не знаю, не попалось ни одного нормального здания. Все, из города мы выезжаем, ребят. Все, снимать нечего. обсуждайте. С уважением к вам. БМ. Когда я в пути, мне вообще нет времени что-то монтировать, поэтому вы уж извините, я хоть и попрощался, но справедливости ради все-таки я сейчас вижу дома хотя бы хоть как-то более-менее на хоть что-то похожее. Поэтому я решил не оставлять без внимания, а то я сказал, что я не увидел вообще ничего. Ну и наверное это все-таки неправильно. Но очень близко к центру полная фигня. У нас кстати в Монреале чем ближе к центру, тем как бы получше. Поэтому я и удивился. О, ну это по канадским меркам это прям хоромы. видите, какая-то церковь. Так что вот есть есть район более-менее. наверное в Ригине цены вообще наверное низкие. Потому что как-то регион этот район вернее город ну да регион вся провинция и город должны же как-то стимулировать сюда приехать в такую глухомань. улица Принца Уэльского. Интересно, Принц Уэльский не возражал, что улица с его именем или они выбрали лучшую улицу города. Ладно, ребят, все. Обсуждайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok